Привет, друзья! С вами Вадим Ус, фильм Апачи с Гойкомитичем, основан на реальных событиях, так называемой резне Джонсона. Какова предыстория краткого мирного сосуществования мексиканцев с уродников Санта-Рита-дель-Комбре и Апачи-Чирюкуа? Об этом рассказывает американский охотник за пушниной Джеймс Огайо Патти, который летом 1824 года вместе со своим отцом Сильвестром Патти и большой группой американцев отправился в Новую Мексику в поисках мехов и благородных металлов. В ходе этих странствий Патти познакомился с управляющим рудниками Санта-Рита-дель-Комбре, который им здорово помог, безвозмездно предоставив продукты и убежища, пока охотники ездили выкапывать свои меха из нескольких тайников в глубине Апачерии. Патти обнаружили, что большинство мехов были похищены Апачами и несолоно хлебавшие вернулись в Санта-Рита. Джеймс Патти о заключении мира с Апачами в 1825 году. «Мы прибыли на рудники, пишет он, 8 июля 1825 года и, передохнув два дня, решили отправиться дальше в Санта-Фе. Дон Хосе Унис, управляющий рудником, попросил нас остаться на 2-3 месяца, чтобы охранять его людей, пока они будут работать в лесу». В качестве компенсации за наши хлопоты он предложил платить по доллару в день. Мы согласились, но от денег отказались. Надо было быть неблагодарной скотиной, чтобы дать отказ или брать плату после всей той доброты, которой он нам оказал в час величайшей нужды. Поэтому мы согласились остаться просто так. Мы увлекательно проводили время, охотясь на оленей и медведей, которыми кишели окрестности рудника. Обязанностей было немного. Всего лишь сопровождать рабочих в лес, а потом сидеть и смотреть, как они работают. Очень много времени я проводил в компании Дона Хуана, который любезно согласился обучать меня испанскому языку. Благодаря ему, не имея другого собеседника, я легко и быстро выучил язык. Первый месяц нашего пребывания прошел без каких-либо безобразий со стороны индейцев. Однако, в первый день августа, когда мы втроем охотились на оленей, нам на глаза попались следы шести индейцев, которые шли в сторону рудника. Мы отправились по следу и примерно в миле от шахты наткнулись на дикарей. Они бежали, а мы гнались за ними по пытам. Настигнув дикарей, один из них ввинул в сторону и оказался в узкой расщелине. Мы окружили его. Как только индейец понял, что его приперли к стенке, он отбросил в сторону луки стрелы и стал умолять нас не стрелять. Один из наших людей приблизился к бледрельцу. В то время, как я и мой второй товарищ взвели курки и взяли на изготовку ружья, готовые пристрелить индейца, если он хоть дернется в сторону своего лука. Но он оставался совершенно неподвижным, выставив руки так, что мы могли их связать. Связав пленника, мы погнали его вперед. Мы продвинулись примерно на сто ярдов до того места, где схватили индейца, когда он указал нам на дупло дерева, намекая, что там скрывается еще один краснокожий. Мы попросили его дать указание своему товарищу, не оказывая сопротивлением, и сдаться. Иначе мы его убьем. Он объяснил наши слова индейцу, спрятавшемуся на дереве. Тот сразу же вышел из своего укрытия со своим луком, и мы связали ему руки так же, как и первому. Потом мы погнали их перед собой на рудник, где посадили в тюрьму. Испанцы, разгневанные недавним убийством и жестокостью индейцев, были готовы немедленно убить пленных. Однако мы настояли на том, чтобы их пощадили, и они оставались в тюрьме до следующего утра. Утром мы вывели заключенных из тюрьмы, поговорили с ними и показали, как метко можем стрелять. Мы поручили одному из них передать своему вождю, чтобы тот пришел в сопровождение всех своих воинов и заключил мир с испанцами. Одного из пленников мы оставили в качестве заложника, уверив посланца, что если его вождь не придет мириться, мы казним пленного. Что касается способа устроить переговоры, мы договорились, что на место встречи в лощину в полумиле от шахты придут только четверо наших людей. А сама встреча должна состояться через 4 дня. По спокойному лицу нашего заложника мы легко поняли, что он не опасается, что за ним не придут. Впоследствии, в качестве меры предосторожности, мой отец реквизировал все оружие, которое смог найти в окрестностях рудника и вооружил им 30 испанцев. Затем он приказал вырыть траншею на расстоянии 100 ярдов от места, предназначенного для переговоров с индейцами. В траншею предполагалось посадить наших вооруженных людей, которые будут следить за индейцами во время переговоров. И если дикари проявят наглость или враждебные действия, то наши люди будут поблизости, чтобы либо нагнать страху на индейцев, либо прийти к нам на помощь в зависимости от обстоятельств. 5 августа мы направились к назначенному месту, и через короткое время в поле зрения появились индейцы в количестве 80 человек. Мы приготовили трубку, табак, разожгли костер и расстелили одеяло, на которое мог бы сесть вождь. Как только индейцы приблизились, они положили свое оружие на землю. К нам подошли четверо вождей, и мы все уселись на одеяло. Затем начались переговоры по поводу, ради которого состоялось собрание. Мы спросили их, готовы ли они заключить с нами мир, а если нет, то каковы их возражения? Они ответили, что не имеют возражений против мира с американцами, но никогда не заключит его с испанцами. Когда мы спросили причину такового отказа, они ответили, что уже давно находятся в состоянии войны с испанцами, и что с обеих сторон было совершено очень много убийств. Они признались, что угнали у испанцев очень много лошадей, но с негодованием заявили, что когда большая группа их соплеменников пришла к испанцам, чтобы заключить мир, чего они, по их словам, очень желали, то это был всего лишь предлог. Чтобы заманить побольше их людей за стены города, а затем вырезать, как стадо овец, немногие уцелевшие в резне приняли твердое решение никогда не заключать мир с этим народом. Потом вожди заявили. Для выполнения цели в нашей мести большая часть нашего народа перешла к испанцам и крестилась. Они живут среди чужих и служат нам верными шпионами, сообщая, где и когда появится благодатная возможность убивать и грабить наших врагов. В ответ мы сказали, что если вожди действительно созрели для того, чтобы заключить мир с американцами, то должны учесть, эти рудники теперь разрабатываются нами совместно с испанцами, и что со стороны индейцев было бы неправильно мстить за преступления виновных невиновным, и что испанцы с рудника не принимали участие в той трусливой и жестокой бойне, о которой они говорили. Если индейцы не замирятся и будут мешать нам спокойно работать на рудниках, то американцы сочтут, что им объявили войну и соберут достаточно людей, чтобы добраться до индейских укрытий в горах. Мы заявили вождям, что у них должно быть достаточно доказательств того, что наши люди могут пробираться по горами лесам не хуже индейцев, и что мы умеем стрелять гораздо лучше, чем индейцы и испанцы. И что среди нас нет трусов, а только настоящие мужчины, которым неведом страх и который держит свое слово. Вожди ответили, что, конечно, если бы они знали, что шахты принадлежат американцам, то они никогда бы не побеспокоили рабочих. Поэтому мы позволили вождям самостоятельно дойти до мысли, что мы совладельцы рудников и сделали вид, что поверили им на слово. Затем мы раскурили трубку, и все индейцы собрались вокруг костра. Каждый вождь по очереди произнес длинную речку, в которой часто произносили слова американо и эспаньола. Индейские вожди слушали вождей с глубоким вниманием, время от времени одобряя сказанной кивком головы. Затем мы закурили, и трубка дважды прошла по кругу. Потом вожди выкопали ямку в центре круга, и каждый в нее плюнул, после чего засыпали все землей. Станцевали вокруг получившегося маленького холмика, воткнули в него стрелы. В конце они возвели над холмиком большую кучу из камней и покрасили их в красный цвет. Такова была их церемония заключения мира. Все формы церемонии были нам знакомы, за исключением груды камней и плевка в вырытую яму, чего не практикуют индейцы на американских границах. Мы спросили их, что означает этот плевок. Вожди ответили, что сделали это в знак того, чтобы выплюснуть всю свою злобу и жажду мести и закопать свой гнев под землю. Прошло два часа, прежде чем закончилась церемония заключения мира. Затем мы показали индейцам наш резерв в траншеях, что вызвало в их рядах большую тревогу, когда они увидели, как близко к ним находились их враги испанцы, и как они хорошо вооружены. Мы объяснили, что если к нам относятся по-доброму, то мы отвечаем тем же. А эти люди сидели в засаде на случай, если на нас вздумать напасть. Страхи индейцев исчезли, и на их лицах вернулось спокойствие. Вожди заулыбались и сказали друг другу. Эти американцы умеют воевать и заключать мир. Но если бы они собрались идти на нас войной, то им пришлось бы набирать отряд целиком из американцев. Ведь если бы они взяли в свою компанию каких-нибудь испанцев, те наверняка покинули бы их во время боя. Затем мы все направились к шахтерскому городку, где убили трех коров, чтобы накормить индейцев. После того, как они поели и пришли в превосходное настроение, главный вождь подарил моему отцу участок земли площадью 10 квадратных миль, лежащий на реке примерно в трех милях от рудников. Место было очень подходящее для земледелия. И испанцы несколько раз пытались его возделывать, но индейцы всегда либо убивали крестьян, либо уничтожали посевы. Мой отец сообщил индейцам, что хотя он может принять в дар землю, но будет вынужден нанять испанцев для ее возделывания. И что, даря землю американцам, они должны считать всех, кто на ней работает, тоже американцами и не должны их тревожить. С видом непоколебимой решимости вождь сказал. Я человек слова, и вы увидите, что ничто, принадлежащее людям с рудников, не будет тронуто, поскольку я никогда не допущу, чтобы договор был нарушен. Я был рад заключить мир с американцами, поскольку вы не жаждете никого убивать, кроме как в бою. Лучшим доказательством этого служит то, что вы не убили двух пленников, а освободили одного из них, чтобы пригласить нас сюда и заключить мир. Мы хорошие люди и не причиняем зла тем, кто не причиняет его нам. Весь этот фарс с принуждениями индейцев к миру, шахтерскими предприятиями принес огромную пользу испанцам, но не принес никакой пользы нам, поскольку мы не имели никакого интереса к рудникам и не собирались оставаться там надолго. Однако мы были рады оказать услугу Дону Хуану, который был для нас настоящим благодетелем, а он со своей стороны тоже был нам очень благодарен, ибо теперь рудники могли спокойно работать без всякого риска потерять людей или скот. Теперь он мог выращивать собственный хлеб, который до этой поры ему приходилось перевозить за 200 миль из Чихуахуа. Причем многие из тех, кто занимался доставкой, были либо убиты, либо ограблены. Индейцы теперь настолько изменили свое поведение, что начали приводить на рудник злобудившиеся лошадей и коров, которых они находили в своих странствиях по окрестным горам. Они регулярно привозили на продажу оленей и индюков, которые Дон Хуан, чтобы сохранить дружбу индейцев, покупал независимо от того, нужны они ему были или нет. Каждый день в поселении приходили несколько индейцев, чтобы пойти с нами на охоту. Их удивляла меткость нашей стрельбы, и ничто, казалось, не радовало их так сильно, как наши слова о том, что мы научим их стрелять из нашего оружия. Мой отец удостоился чести называться на их языке большим капитаном. Источник. Личное повествование Джеймса Огая Патки о 1824-1830 годах.